Здравствуйте, дамы и господа, я думаю многие из вас не ожидали увидеть видео по аномали по одной жизни, потому что я постоянно говорил то, что следующая одна жизнь будет только тогда, когда выйдет сталкер аномали 1.6. Но я не рассчитывал на то, что она будет выходить так долго, она до сих пор не вышла. И суть в том, что на канале уже скоро 800 тысяч, ну и мне нужно чем-то толкнуть, грубо говоря, канал, да, к этим 800 тысячам. Ну и кроме одной жизни на ум ничего не пришло, потому что в прошлом году я это делал войной группировок, сейчас война группировок немножечко нестабильная, там последняя версия очень лагает, вылетает. Поэтому я решил все-таки сделать это на одной жизни, да не простой, а на достижение непокоренной, как я пробовал в прошлом году и позорно сдох от жарки. В этот раз я буду снова пробовать, буду жестко потеть, вчера стримил, разогрелся. Те, кто был на стриме, знают то, что одна жизнь будет. Но, кстати, даже те, кто были на стриме, они не ожидали, что одна жизнь выйдет именно сегодня. Да потому что, блин, много людей стало подписываться на канал. Кстати, если кто-то еще из вас не подписан, я был бы благодарен, потому что нам нужно добить... Ну, блин, до конца октября мы не добьем 800 тысяч, в это очень глупо верить. Но все равно, кому не жалко, был бы очень благодарен за подписочку, чтобы быстрее добить очередной рубеж. Так вот, даже те, кто вчера были на стриме и знали, что будет одна жизнь, они не знали, что конкретно сегодня выйдет. Потому что, да, в принципе, я тоже не знал. Я сейчас посмотрел, я сказал, будет на 790 тысяч одна жизнь. Я посмотрел, а до 790 тысячи, там где-то, ну, 150 человек сейчас на момент записи, да. К вечеру, пока пройдет время, там вся фигня, к вечеру, пока я выложу это видео, уже по-любому на канале 790 будет. Ну, или хотя бы очень близко к этому. Поэтому считайте, все как надо, да. В общем, что такое непокоренный, объясняю для нубасиков, кто не знает. Это достижение, которое дается за прохождение одной жизни в аномали без использования дебага. Ну, то есть, там, демо-рекорд, ну, вот эта вот вся шляпа, короче. Но он не выключен, я им особо-то никогда не пользовался. То есть, без включенного дебага и на максимальном уровне сложности. То есть, сложность игры у нас тяжелая и сложность экономики у нас выживания. Ставим одну жизнь, также нельзя пользоваться дополнительными жизнями. Но, в принципе, я ими никогда не пользовался, поэтому нам не привыкать. Сюжетный режим, открытая зона, играть я буду за Чистое Небо. В прошлый раз я играл за одиночек, теперь буду за Чистое Небо. За какие еще группировки я играл, помню. В 19-м, блин, или какой-то год был. 19-й же, когда мы первый раз на еду спорили. Не, ну, да, 19-й. Но я не помню, за кого я играл, за одиночек или за Чистое Небо. Но я тоже напомню, что и Коля Суповар был в 20-м году Чисто Небовец. Вот у нас снова, короче, Чисто Небовец спустя время. Но это у нас будет Илья Хомяк, короче, ну, захотелось мне так, да? Вот, и что я возьму с собой? Я возьму по-любому дозиметр. Возможно, конечно, это не самое лучшее приобретение. Многие его не берут, многие без него справляются. Но вот я решил взять, потому что мне всегда важно знать, сколько у меня радиации. Ну и возьму водку, чтобы глушить эту самую радиацию. И что-то еще. Точно не еда, раньше я всегда упакованное мясо брал. Ну, упаковку старого мяса. Но сейчас я понял, что это немножко бесполезно, потому что с едой, в принципе, проблем нет. Я вчера на стриме две жизни провел. Одну из них, кстати, тоже за Чистое Небо, где я нашел за час игры три набора инструментов, блин, Новикову. И понял то, что еда это шляпец полный. Мне нравится пока что вот такой закуп. Однако я еще брал бинт в довесок, да? Но я не уверен, насколько это эффективно. Бинт вообще норм, не норм? Ну, ладно, возьму. Не буду отходить от традиций. Ну, ничего, поехали. Запись пошла. Как обычно, резаемся в этом бараке на базе Чистого Неба. Надеваем шмоточки. И снова эти, блин, дождливые, кайфовые болота. Невероятно. Не, в аномалии болото это кайф. В оригинале они, конечно, шляпные есть такое. Но тут особенно под дождик. Нормали, нормали. Так, что у нас? Собственно, у нас браунинг хайпауэр. Пон. Это мы все кладем в слоты. 1400 рублей у нас имеется. Ну, и что мы будем делать? Квесты брать, конечно же. Что еще? Пойдем. Для начала к дороговцу забежим. Здорово. Работа. Так. Ну, давай, ладно, я возьму. Я обычно игнорирую этот квест. Потому что мне кажется, что я не могу его выполнить. Один? А почему один? Вас же двое обычно. С бизоном? Или что это у тебя такое? Да. Ну ты, капец. Где твой там этот ассистент? Вся фигня. А, ну, кстати, хотя бы недалеко выпало. Отлично. Потому что могло вообще в жопу послать. И делай с этим что хочешь. Новый, наверное, задание пока брать не буду. В этом нет смысла. А инструментов у меня нету. Как бы, что человека лишний раз вооружить? Правильно? Я вот сюда загляну. Может, что выпадет? Опа. Комплект магазинов большой емкости. Ё-моё. Пойду новику продам. Чё? Мне эта штука сейчас вообще без надобности. А вот деньги очень нужны. Потому что мне нужно как можно скорее купить дробовик. С дробовиком вообще попроще будет играть. Желательно тозик. А тозик там тысяч по двадцать стоит, да. Поэтому. В первоначале наша цель это двадцатка. Идиот. Уйди с прохода, пожалуйста. Спасибо. Так, теперь пойдём возьмём задание у бармена. Как совпало, да? Снова октябрь и снова я вановали. Причём, кстати, в этот раз я на один день позже запустил. То есть, в прошлом году одна жизнь была запущена 17 октября. В этот раз получается 18. Работа. Мясо тушкана. Нет. Дневной хищник. Западней насосной станции. Блин, подожди. Это рядом с... Сука. Это прям на замерах. Ну ёп твою медь. Ладно, допустим. Чё ещё у тебя? Ничего? Ладно, пока больше ничего не буду у него брать. Здорово, здорово. Теперь зайдём к медику. У него мы возьмём задание на потерянные знания. Свалка. Ой, сука. Свалка опять. Ладно, давай, свалка. На стриме мне картон падал. Если чё, я второй раз записываю. Я уже с лицом успел, блядь, на этих болотах. Да я там вообще по-тупому сдох. Не, блядь, ну как... Неважно. Вы этого не видели, значит этого не было. Правильно, правильно. Вот и всё. До этого я реально просто протупил, профыкашил и сдох, как лошара. Сейчас всё, сейчас я заряжен, сейчас вообще всё нормально. Не, на самом деле, а чё? Не всегда получается с первого раза одну жизнь записать. Чтоб вы поняли, когда я записывал там, по-моему... Ой, не помню. Короче, какую-то из одной жизни я записывал, в которой довольно долго продержался. Там я перед этим тоже слился разочек. И пришлось перезапустить запись. Зато потом как попёр. Так что это нормальный процесс. Слиться за 10 минут, чтобы потом прожить... Гораздо больше. Единственное, знаете чё? Я вот не знаю, у меня включены быстрые переходы. Как думаете, они нужны или нет? Ну, пишите в комментариях. Ну, я, естественно, наверное, голосую то, что оставить их. Не обузить, а... Ну, использовать, когда реально вот очень далеко бежать. Просто я не знаю. Без быстрых переходов это всё слишком сильно растянется. И в сериях будет одна вода. Типа, например, мне нужно будет перебежать через две локации. Естественно, я буду делать это очень медленно. И, блин, не знаю, короче. Как-то это всё уныленько растягивать будет. Ну, пишите, пишите. Посмотрим, чё скажете вы. Понятное дело то, что их там можно обузить. Там из опасности уходить, да? Но я так делать не буду. И часто тоже буду стараться не использовать. А только когда реально нужно там через две-три локации бежать. Чисто, чтобы в серию больше уместилось, чем если бы я бегал. Ты чё, мужик? Нормально всё? Чё-то он застопорился. Так, проверили мы рыбацкий хутор. Нашли целых нихрена. К сожалению, не повезло мне. А сейчас ещё сходим вот сюда до лужи. И посмотрим, что у нас здесь. О, а тут уже чё-то выпало. Какая-то шляпа, кукурузка и таблетки кофеина. Кайф. Знаете, я хочу кое-какую настройку проверить. Потому что у меня есть кое-какое подозрение. Кое в чём. Но это, походу, по-моему, не в сложности и не в экономике. Это мир зоны, да? Да. Это говно я врубал когда-то по приколу. Под фолд оно не включено в игре. Поэтому выключим. Потому что эти динамические аномалии, это жопа полная. Я просто сейчас бежал на первой попытке. И просто внезапно около вышки жарко. Но это вообще не прикольно. Я просто когда-то врубал, потому что я когда-то с динамическими аномалиями специально играл. А так по стандарту они выключены. Ну и все режимы «Одна жизнь» у меня тоже были без них. Поэтому вот. О, про эту жаркую я говорил. Или она здесь по стандарту. Или это просто... Я не знаю, ладно. Плевать. Просто идём к вышке и идём болтать её. Так, к сожалению, не повезло. Ничего не выпало. Может быть, эта коробочка меня чем-то порадует. Но пока я это говорил, она меня ничем не порадовала. Ну давайте последняя. Ну-ка, сейчас её ски... О! Подождите-ка. Сюда лут. Ну-ка. Бам! Там, по-моему, ничего не выпало там. К сожалению. Так. Там что-то происходит около церкви или нет? Потому что около церкви обычно резня какая-то начинается в начале игры. И я был бы не против сходить туда подмести всё, что там останется после боя. Но, по-моему, в этот раз там ничего не происходит, да? Я не знаю. Просто обычно туда квад чистого неба идёт. Ну, сквад. Но это, конечно, путь такой, знаете, типа... Там может повезти, может не повезти. Возможно, мне просто там люлей дадут. В церкви это и всё. Ладно, пока не будем. Пойдём на насосную станцию. Там более-менее безопасно. Плюс там можно полутаться неплохо. Так, единственное чё. Надеюсь, тут... Ну, вроде тут нормально всё. А то на этой площадке тоже могли быть мутанты. Хотя я слышу фоновый лай. Но я надеюсь, он просто фоновый. И никаких собак здесь нету рядом. Здорово, мужики. Я надеюсь, тут без сюрпризов. Потому что обычная насосная станция под контролем чистого неба. А здесь вообще никого нет. Ну, ладно. Чё, братишка, тут всё наше, представляешь? Канистру забрать я не могу. Чё, в ящике? Опа-на, ничего себе. Армейский котелок. Непригодные патроны для пулемёта. Патроны 9-18, причём пригодные, кстати, да? Но я 9-19 стреляю, к сожалению. Колода игральных карт, очки и плёнка, собственно. Тут чё? Ничего. Нажали. Банку разбить. Банка не разбивается. Печально. Коробка тоже пустая, к сожалению. Вот эту можно разбить. Попробовать не получается. Ладно, не буду даже пытаться. Тайник меня интересует больше. Пустой. Жаль. Вроде здесь никого нет, а всё как будто бы облутано. А здесь, может, мне повезёт? Нет. Ну, на нет и сюда нет. Чё могу сказать? Ну, вроде всё, лутать здесь больше нечего. Три тайника, парочка коробочек. Хотя, вроде, где-то тут ещё есть, конечно. Ну, ладно. А, ну, вон там две. Блин, ну, пойдём разобьём. Жаба душит. Ну, нижнюю я точно разобью. А вот наверх я не знаю, как пролезть, потому что вот эта лестница не рабочая. Я вчера на стриме проверял. Она, ну, видите, не поднимает меня. Так, ну, лишние патрончики нашли. В принципе, неплохо. На вышке, вот я не помню, там есть коробки какие-нибудь или нет. Да нету здесь нихрена. Зато можем осмотреться. И так, я хочу посмотреть в сторону, где у нас замеры. То есть, это вон там. Не видно ничего там, никого. Блин, жаль. Вот это повезло, да? А, я вижу зомби. Подожди. Но это не те зомби. Ну, типа, это не по заданию, да? Там зомбированные гражданские обычные. Ну, слушайте, на самом-то деле зомби это хорошо. Их довольно легко убить. И с них очень много полезного падает. Там может аптечка просто халявная упасть. Поэтому зомби надо убивать. Зомби это как кейсы, знаете, какие-то лутбоксы. Я уже говорил об этом в прохождении, по-моему, The Dare's Revival. В аномали прям зомби, изломы. Это вообще такой кайфарик. Их убивать, потому что они столько полезного дают. А так как у нас одна жизнь, я не буду упускать возможность порубить парочку гражданских. Ну, зомби, естественно. Так, я вот не знаю, только резать вообще вас как здесь можно, нет? Я забыл. По-моему, резать плохая идея, вообще насрать. Тише, тише, мужик. Ты осёл, блять, что ты делаешь? Он по мне попал. Тише, тише, успокойся. Ну, благо он хотя бы мне хп не снял. Попал, но так, краешком задело. Нормально. Прикрывай, брат, я пока лутаю. Монеточки выпали. Ну, лучше, чем ничего, правда. Рука и монетки. Ну, руки, наверное, мало стоят. Чё, это же зомби всего лишь. Просто рука, даже без монеток. У тебя чё? Две руки и монетка. Блин, ну, чё-то пока зомби не радуют, не радуют. Я вот в таком предвкушении к ним шёл, а в итоге они мне ничего не дали, кроме рук. Жали. Ой, ещё один. Ну, у изломов, кстати, почаще лут спавнится. Да и у сторка, по-моему, тоже. Давай, добивай. Молодец. Успокойся, успокойся, ты внимание лишнее привлекаешь. О-о-о-о! Ну, этот зомби, конечно, человек высокой культуры, я не знаю. Это просто какой-то гений к нам пришёл здесь. Так, мы продолжаем наше шествие к месту экспедиции. Целую серию мы идём к месту экспедиции. Почему бы и нет? Как бы, это одна жизнь, ничего, это аномали. Блин, ну так приятно, на самом деле, в аномали возвращаться каждый раз. Именно в ванильку. Я вот почему-то ванильку больше люблю. Ну, в целом, даже не то, чтобы больше она мне нравится. По одной жизни я тоже считаю то, что ванила больше котируется, чем какие-то сборки, которые каждый месяц там какие-то... Блядь! Ёпта, вы видели, как она прыгает? Тише, тише, блядь, успокойся, идиот! Просто кончено, я не знаю. Это человек идиот. Ладно, одна собачка маленькая здесь была. Так вот, да, отвечая на вопрос, почему не сборка какая-нибудь, да потому что, я не знаю, мне кажется, сборки это уже такое, типа, пользовательский баланс, где-то сборка несбалансированная, где-то, наоборот, имбовая. Там, не знаю, короче, не люблю я все эти сборки. Я больше вот по ванильке, мне интереснее с ванильным оригинальным балансом играть, как разработчики задумали и так далее, и так далее. Возможно, конечно, когда-нибудь я в сборки поиграю, но пока точно не охота, прям вообще не тянет. Давай, иди, исследуй, осёл, вот аномалии, пошёл, вот, смотри. Давай, давай, я на камень залезу, буду тебя прикрывать. И чё, пошла работа или ещё нет? Или мне нужно прямо около аномалии стоять с собой? Ну ладно, мы ещё посидим, погодим, как говорится, правильно? Да вроде ходит, чё-то делает, а вроде и просто так ходит. Ладно, окей, я попробую ещё раз к аномалии подойти. Но вроде к нам никто прибежать сюда не должен, по идее. Ну-ка. А, да нет, смотрите, он за мной не ходит, он сам по себе. То есть он всё-таки делает чё-то. А раньше, я помню, анимации всякие были, то, что они чё-то делают. А чё сейчас, чё они просто так ходят? Ладно, ожидаем и бежим обратно. Ну, быстрый переход, естественно, я не буду использовать, потому что тут, в принципе, расстояние небольшое, пробежим так. Чё, у меня телефон два раза пёрнул. Ой, это мне написали, представляете? Ну и чё? Ну и чё, ёб твою медь? Ты где, придурок? Вот чё он там делает? Пойдём посмотрим. Чё это ты здесь в кустах делаешь, а? Где ты вообще? А, о-о-о, всё, наконец-то пошло исследование. Ура, победа. Давай-давай, работай. Побыстрее желательно. О, найс. Вот только сказал побыстрее, сразу ускорился. Красавчик. Ну, наверное, будем возвращаться тем же маршрутом. Ничего нового выдумывать не будем. Никуда заходить не будем. Мне бы этого обобуса довести до базы, и... Был бы найс. Чё, слабого так же сделали, а? Чё-то должен переступить. Радиации ноль. Кайфуем. Чё ты там, потерял меня? Давай, обходи, не ной. Ты ж сократить боишься. Вот, обходи теперь. Блин, главное, в аномалии не попади. Ну, вроде тут аномалии не трогают NPC же, правильно? Ты где? Ты идёшь? Вроде метр сокращается. О, бежит, бежит. Прямо через аномалию. Ну да, аномалии здесь NPC не трогают. Там, по-моему, можно где-то поставить, чтобы аномалии всё-таки трогали? Но по стандарту оно выключено. Блин, знаете, на стриме как-то проще было играть, чем тут сейчас. Вот это вот в одиночестве сидеть. Чё-то меня напрягает тишина вот эта вот какая-то. Неизвестность, что сейчас кто-то может выскочить откуда-нибудь. Всё это довольно стрёмно. Ну ладно, вроде бы я уже добрался до безопасных мест. Тут редко кто-то нападает. Так что, как говорится, ничего, нормалёк. Прорвёмся. Ну вот как только на рыбацкий хутор зайду, можно вообще зачилиться. Ну-ка. Опа, всё, я в безопасности. Кайф. Просто кайф. Так, ну пойдём сначала учёного отведём. А потом сдадим задание бармену. Давай сюда иди. Или куда тебя-то надо привезти? Всё? А, вот, спасибо вам. Сталкер, вот ваши награды. Спасибо. Симк пустой. И семь тысяч. Да, братишка, спасибо за симк пустой. Они же обычно артефакт дают в награду, не? Или это как повезёт? Ну ладно, всё равно семь тысяч, это хорошие деньги. Нормально. Ну посмотрим, сколько нам сейчас дадут за одну собачку. Ё-моё, ещё больше дали, офигеть. Я с наградами, если чё, ничего не делал. Ничего не выкручивал. Единственное, что я поставил, это бесконечные болты. Ну потому что, блин, я уже говорил, я вообще не считаю, что это правильно. Ограничивать болты. Это условность сталкера. Болты всегда должны быть бесконечные. Но я, кстати, не знаю, вот то, что я бесконечные болты поставил, это влияет на непокорённый? По идее, не должно. Ну-ка. Может, это написано тут где-то. Справочник достижения. Вот, тёмный дух даётся за прохождение одной жизни. Это мы уже сделали. Вот, непокорённый. Блядь. Блядь. Ну как так-то нахрен, а? Печально. Ну я поставил обратно. Блин, я не знаю, по итогу засчитается потом или нет. Сука. Ну ладно, я серию уже досниму за кадром, если что, я займусь этим вопросом. Ну и плюс узнаю вообще, что он там считается, не считается. Ну, блин, возьмём две пачки болтов тогда, что поделать. Придётся тратиться на болты. Небелизм. Сколько у меня болтов? Ну, нормально. А они что-то весят вообще? Блин, они ещё и весят. Ну не так уж и много, конечно, но тем не менее, что? Всё равно неприятно. Ладно, чем займёмся дальше? Что мы можем сделать? Можем пойти к деду? Можем пойти на кордон. Хотя я не знаю, что мне делать на кордоне. Заданий у меня там нету. Можно будет взять, конечно. Ну да, наверное, на кордон идти, а что ещё делать? К сожалению, по заданиям голяк. Ограниченное количество. У торговцев... У торговца, точнее, новых нету. У бармена нету. И так далее, и так далее. Кстати, куда я убегаю? Надо говно продать сначала. Я вот думаю, кому ручки затолкать? Бармену или торговцу? Пойдём сначала к торговцу. Посмотрим, что я ему могу продать. Здорово. Так, руки могу за 93. Блин, а бармен сколько давал? Я не помню. Держи, в любом случае, армейский котелок. Патроны ты, падла, не берёшь почему-то, да? Почему? Не знаю. Так, ну патроны в нормальном качестве я оставлю себе. Да всё, я больше ничего не хочу продавать. Держи. Ну, смотри, допустим, вот весь этот товар, да, стоит 774 рубля у торговца. А у бармена он сколько будет стоить? Ну, намного меньше. На 200. Поэтому пойдём продадим торговцу. На, держи, 700 рублей. А вот это дерьмо всё, кому бармену торгаш не покупает. Ну, вообще, давай ещё к Товику зайдём. Торговля на вот эти штучки. 17 тысяч и того, кстати, почти ТОЗ. Блин, ну, если бы я мог, я бы тут ещё одно задание взял и просто бы уже с ТОЗом вышел с болот. Но, блин, заданий нет. Чё поделать? Есть задания, но они дебильные. Ну, мясо тушкана, блин. Где я возьму сейчас мясо тушкана? Не, хлам вообще никто не скупает, прикиньте. Придётся Сидрючу тащить. Ну, ладно. Так, чё у меня по патронам мало, очень мало. Но, в принципе, по идее, чё, в церкви может быть парочку бандитов максимум. И на хуторе рыбацком тоже самое. Поэтому, по идее, такого количества патронов мне должно хватить. Так, аномалии вижу. Ну, теперь надо аккуратнее пользоваться болтами. Они же ограниченные. Я думаю, выйдем на кордон и там закончим. Вы мне потом в комментариях всё-таки напишите, чё там ограниченные болты эти повлияют, зарешают. То, что я их переврубил или нет. Так, главное, случайно в эту авантюрную жарку справа не попасть. Даже в две. Болты буду стараться подбирать. О, нихрена, вы видели? Как он отскочил мне в лицо обратно. Нормальная темка. Так, а чё здесь кто-нибудь есть? Я не знаю. Просто по-разному может быть. Могут люди быть, могут не быть. В любом случае, надо прижаться к стене и отсюда уже смотреть. Потому что на открытом поле воевать, это точно плохая идея. Так, я могу тут даже перелезть, попробовать. Сейчас аккуратненько прокрадёмся, посмотрим. Но в домике и там точно никого не будет. Обычно они сидят либо внутри, либо там, около кладбища гуляют. Здесь тоже вряд ли кто-то есть. Ну чё, пока тихо. Я даже реплик не слышу никаких у костров. Чё там сидит кто-то? Да не, костёр не горит. Тут, походу, вообще никого нет. Ау, всем здорова. Не, вообще никого. Тут трупчиста небовцы, кстати. А, и бандита, подожди. Ну, кто-то же кого-то победил, правильно? Кто-то же должен был остаться. Ну-ка, я залезу наверх, посмотрю. Может, тут кто-то где-то гуляет рядом. Слушай, да вроде никого. Но стрельба тут всё-таки была. Однако, меня теперь заботит вопрос, куда делись победители этой стрельбы. Этой перестрелки. Где же они испариться? Возможно, на южный хутор ушли, я не знаю. Ну ладно, по крайней мере, я рядом никого не вижу. Можно приступить к обыску. Будем надеяться, что никто не придёт. А если и придёт, то я хотя бы успею среагировать. Так, чё там? Форс 17 у мужика. Давай разрядим. Бабки сюда. Махимы. Дайте ей болты. Всё, всё пригодится. Пусто. А, нет. А, это остальная пряжка. Она просто так валялась. Коробочку разбить. О, нормально. Всякую эту хрень Сидору потом затолкаем. Сука, эта коробка, она каждый раз меня пугает. Так, и чисто не боится. Тут полёк. Вадик кидала. У него есть шлемак. Шлем сфера 08. Однако, однако, однако. Да нету смысла, наверное. По химой радиозащите проигрывает шлемак в таком убитом состоянии. Да, он даёт зато защиту от взрыва и так далее. Но там уже вообще чуть-чуть. Полоску даже не видно практически. Поэтому смысла в этом шлеме нет. Разобрать я его не могу. Ничего с ним сделать не могу. Продавать. Не знаю, продавать. Ну, возможно, он продаётся, конечно. Но я думаю, это копейки. Неохота таскать. О! О! Так он ещё и в более-менее нормальном состоянии. Ё-моё! Не, ребят, ну... Это, я считаю, подарок свыше просто. Не иначе. Так-то и ничего хотелось бы обыскать здесь. Там, конечно, ещё тайник на крыше церкви есть. Но я боюсь туда лезть. Потому что там навернуться очень просто. И смерть гарантирована. Я уже падал оттуда и не раз. Пойду лучше обыщу тот домик деревянный. Там вроде ящики были. Коробки. И пойдём на южный хутор. Там по-любому должны быть бандиты. Коробки оказались пустыми, к сожалению. Бывает. Так, ну чё, поехали на южный хутор, получается. Пока что тихо. Никого не вижу. Так. В мостах вроде тоже никого нет, показалось. Ну-ка, легендарный тайник под мостом. Надо проверить. Где он тут? Вот он. Мммм... Хавчик. Я же говорю, с едой вообще проблем нет. Консервы, кукурузка, батончик. Всё имеется. Всё на месте. Так, ну если тут и есть люди, то они сидят за этим домом. И к ним можно спокойно подкрасться. Ну, костёр горит. Значит, либо тут кто-то был недавно, либо кто-то до сих пор есть. А, я слышу, да, там. Вот природа. Ёп. Шмотки обсох тут не успевают, говорю. Конечно, тут ливень, блин, постоянный. Немножечко ложанул, конечно, но в целом пойдёт. Так, вероятно, ещё будет слева, чел. А может и не будет. Чё, всё? Вы здесь вдвоём были? Да не верю. Ну, вроде да. Больше никого здесь нету. По крайней мере, я думаю, я бы услышал хотя бы уже одну реплику. Так, чё, у тебя тозик был? Нормальный конь. Зачётный. Опять шлемак убитый. Упаковка старого мяса выпала. Еды просто дохрена. О, нифига вы тут понаразделывали. Это всё мне, спасибо. Это всё тоже заберу. Жалко, масочку я даже без инструментов разрывать не могу. Помню, в ДДРе трусы разрывал. Вот просто на живых людях. А сейчас без мультитула даже масочку не порвать на тряпочке. Эх. Слабенькие главные герои пошли. Так, чё у нас тут что-нибудь есть? Это мне. Самодельные бронепластины из полиэтилена, ё-моё. Аж написало. О, куча всякого дерьма какого-то выпала с коробки, я даже не понял. Я просто моментально подобрал. Монеточка. Так, сюда бы ещё залезть. Ещё одна коробочка есть. Пусто. Или не пусто? Да, пусто. Вниз тоже, к сожалению, ничего не провалилось. Так, ну и в этом доме ещё вроде был ящик, насколько я помню. Вот такой есть. В нём мы находим нихрена. И вот такой есть. В нём мы находим тоже нихрена, к сожалению. Залутали бандиты, по всей видимости. В подвал я не пойду. Он пустой. А вот сюда я бы заглянул. Монеточка. Ну и в принципе всё. Ну чё, идём на кордон, получается. На кордон до деревни. Опасностей вроде никаких тут не будет. Единственное то, что вот здесь могут либо собаки, либо коты обитать. Мне уже кот на стриме втащил, я помню. Было неприятно. Итак, и на кордоне. Тут тоже серо и дождливо. Ну а мы и не против, правильно? Так, сразу обыскиваем рюкзак. Ничего нету. Жаль. Идём. Так, я болт забыл. Ладно, пофиг. Сколько у меня их там? Двадцать шесть и двадцать пять. Да, нормально. На самом-то деле ограниченные болты, я так подумал, не такая уж и бесящая темка. Не такое уж и бесящее нововведение. Вот так вот, правильно. О, ну в этот раз здесь плоть. Давайте затестим на ней наш спас. Посмотрим, заклинит он или не заклинит. Иди сюда, подруга. Тут нет кота никакого случайно? Ой, там какая-то резня в деревне, я слышу. Ладно, плоть убежала. Я тогда пока здесь обыщу всё. Ничего здесь нету. Жаль. Плоть смылась и не вернулась. Чё, ты в деревню побежала? Судя по выстрелам, походу она реально в деревню побежала, конченная просто. Дура тупая. Реально, в аномалии он сдох... Ну, это не она. Вон она, это её подруга в аномалии сдохла. А ну стоять. Нормально, ребят. За три выстрела спас не заклинил. Это уже хороший знак, я считаю. А это всё достаётся мне. А теперь вопрос за дня. Я смогу эту плоть залутать? Она как? Она прямо в аномалии в центре померла? Или всё-таки можно как-то авантюрненько подступиться? Да вроде и нормально, нормально. Лутаем. Так, а я надеюсь, среди новичков есть потери? Ну, я, конечно, не злюка, но лутаться просто хочется, понимаете? Ну нет, походу тут нет потерь, все живы-здоровы. Здорово. Так, ну что ж, давайте я всё обыщу. И, собственно, мы здесь разберёмся с хламом и закончим серию на этом месте. Кстати, у меня эта дура... Опять же, блин, я очень много про стрим говорю, да? Но у меня эта дура пошла и сдохла на АТП. Я вообще впервые такое видел. Так, чё она хочет? Тос? Ладно. Когда-нибудь найду, но это вряд ли. Просто мне говорили, что у неё награды хорошие. И я вот не знаю, правда это или нет, потому что единственный раз, когда я проходил сюжет с хип, это было давно, это было в сборке от Сасона. И это было только когда её добавили. Ну, типа, вот только-только что. Соответственно, там награды были говённые. Ну, и я запомнил эту линию квестов как бесполезная трата времени. Возможно, тут, конечно, всё поменялось. В анамоле я вообще ни разу ей не помогал. Между делом, взял я задание у фаната. Где там нужно расправиться? Совсем рядом. Возможно, даже, кстати, они сами сдохнут, пока я здесь буду тусоваться. Так, у меня уже жёлтый перевес. Пойдём, наверное, всё-таки сначала продадимся Сидоровича. А потом уже продолжим обыскивать деревню. Заодно возьмём задание у волка. Здорово, мужик. Работа. Травоядный мутант. Сделаем. Работа. Спасение рядового сталкера. Сделаем. Всё, понял. Так, мне дали пацанов. Пацаны, это хорошо. Мы с пацанами пойдём вот эти все три квеста выполнять в следующей серии. Так, слышите? А вы можете ждать здесь? Давайте. Я пока тут поговорю сам. О, шприц. Ну, ладно, шучу. Большая инъекция глюкозы, кстати. Это очень здорово. Блин, я же говорю про... Я, наверное, это ещё сто раз скажу, но проблем с едой не наблюдается. Я не зря перестал брать упаковки старого мяса. Еды завались. Я ещё и глюкозу нашёл. Здорово. Работа. Так, на дикой территории какую-то херню найти. Нашивки бандитов. Бандит на свалке. Сделаем. Опять история с грёбаного стрима. Я взял задание на бандита на армейских складах. А через минут сорок игры он уже, прикиньте, на кордоне был около фермы. Пришёл чисто. Так, а что тут надо сделать? Вернуть товар на дикой территории? Ну, когда-нибудь верну. Но явно не сегодня. Говно непригодное продаём. Материалы всякие для техника оставляем. По привычке уже гильзы хотел продать, но они тут нужны. Нашивки, я не знаю, ренегатовские кому-то нужны? Я вообще не видел на них квесты. Я только постоянно вижу там квесты на нашивки бандитов довоенных. Ну и на нашивки монолитов в будущем будут тоже нужны. Ладно, продам. Я на болотах не собираюсь там против ренегатов постоянно воевать. Нашивки эти копить нафиг надо. Так, 3000 получаем. Продать, отлично. Это мы тоже, наверное, или что? Да не, продаём, продаём. Так, что ещё? Патроны всякие разные надо продать. Непригодные тоже вот это продать. Эти нормальные, эти нормальные. Вот эти уже ненормальные. Вот эти тоже продать. Скотч. Ну не скотч, а набор экстренного ремонта брони, извиняюсь. Оставляем. 85 рублей получаем. Набор дорожника за 48 продаём. Баночку для мочи, для анализа за 43 продаём тоже. Верёвку можете ещё продать с этой штукой. Я понимаю, это лучше технику, наверное. Но я продам, ладно, пофиг. Просто я близок к Тозику, сами понимаете. Плейбой оставляем. Плейбой давайте за... Блин, ну вы же не наберёте 20 тысяч лайков, правильно? Это надо было вначале байтить. До этого момента чё, сейчас никто не досмотрит. Ну давайте за 15. Или чё? Ай, да не, какой нафиг? Чё я вообще несу, блин? Эти байты на плейбой работали 3 года назад. Кому сейчас нужен плейбой? Кто его не видел? Все видели эту дурацкую текстуру? Так. Меня интересует Тозик. Тузик за 22. Или всё-таки оставить Спас себе? Чё думаете? Просто я не знаю. Как будто бы купить новый дробовик намного надёжнее, Варик. Но суть в том, что мне всё ещё не хватает. Соответственно, придётся побегать пока по заданиям. Ну давайте, ладно. Пока Тоз не будем покупать. Пока что я просто куплю дроби к Спасу. Потому что дроби у меня очень мало. Так. Где дробь? Вы видите дробь? Я вижу дробь. Вот так вот. 55 тысяч у нас уходит на это. А я бы ещё аптечку купил. Потому что, боюсь, она мне пригодится в дальнейшее время. Итого 9 тысяч. Но я думаю, эти три квеста, которые у нас сейчас есть, они дадут нам больше, чем 9 тысяч. Так что я особо ничего не теряю. Выпьем водички. И пойдём обыскивать деревню дальше. Мужики пока пусть тут стоят. Хотя нет. Или да. Или нет. Следуйте за мной, я вас в другом месте поставлю. Давайте вот сюда, в центр деревни бегите. Чё, они идут? Вроде бегут, да. Ооо. А с чем вы вообще? Ну это с пистолетом осёл, а ты с чем? Ну это нормальный мужик с дробовиком, красавчик. Всё, ждите здесь. Я пойду обыскивать всякие коробочки и прочую шляпу. Рация. Монетки. Пусто. О, томаты. Блин, аномалия так близко к забору располагается. И листочки аж здесь летают. На территории этого дома, что стрёмно. И кажется, как будто аномалия на углу забора как раз-таки внутри типа. Опа, повезло, повезло. Таблетки, кофеина, молоток, патроны, детальки какие-то. Пойдёт. Патроны какие-то выпали, да и всё. Ну-ка, коробку. Эх, не раздавил. Жаль. Кто-то в доме сидит, шепчется. Ты чё тут, нормально тебе вообще? С кем он разговаривает? Кому он это рассказывает? Причём он разными голосами самому же себе отвечает. Типа он чё-то говорит, а потом продолжение такое спрашивает. Ну, чё там дальше? Шизик. Вот что зона с людьми делает. Какое оружие? У меня нож. Ну чё, по идее, я всё обыскал. Лута мы нашли. Так, я здесь был, да? Да. Лута мы нашли мало, но что поделать. Ну чтож, в следующей серии отправимся на вот эти три задания. Пойдём севернее, пойдём на свалку. Сделаем тут задание, скорее всего. В общем, начнём потихонечку мутить денюжки. И копить на что-то очень важное и необходимое. Ну и заодно лутать, конечно же, точки разные. Пишите по поводу быстрых переходов, что с ними делаем. Также напишите, кто шарит. То, что я поменял болты обратно туда-сюда, это на что-то повлияет или нет? И, блин, если повлияет, можно ли это как-то, не знаю, там, ну, через файлы решить или ещё что-нибудь? Блин, ну мне так не хочется переигрывать. Тут так всё удачно сложилось. У меня два напарника, у меня три задания. Всё так хорошо. Два тайничка здесь, ё-моё. Очень не хотелось бы переигрывать, потому что при переигрывании оно по-любому всё по-другому будет. Ну посмотрим. Короче, пишите. Так-то моя вина. Я забыл, что нельзя вообще ничего менять. Всё, всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте уведомления, чтобы не пропустить следующие серии одной жизни в аномалии. Вступайте в группу, заходите в телегу, всё есть в описании. Всем спасибо, все свободны. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!